Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня, 1 марта, когда я делала очередной медосмотр вот этих своих растений, я сказала вам, что я обнаружила на почве небольшую налет беловатой плесени и пообещала показать, как я буду присыпать эту плесень золой. Можно было бы, конечно, полить фунгицидами, в этом случае можно и фитоспорин, и привикор использовать, но так как есть прекрасное народное средство, зола, которым я часто пользуюсь, я чаще всего склоняюсь к использованию золы. Вы видите, что растения заросли уже капитально, и туда просто так не посыпешь, не возьмешь, как из ситечки, вот так не посыпешь, потому что нежелательно, что поставалось на листьях. Зола, она хоть и народное средство, но она имеет такое свойство, она может обжечь листики, поэтому я не знаю, кто как делает, но я вот укладываю в такой, в кулечек, насыпала в кулечек несколько ложечек золы. У кулечка просто обрезаю носик, чтобы он был, ну, чтобы она могла высыпаться. Сейчас покажу вам, я не знаю, получится ли мне показать точно все. Вот это вот место, где у меня зола. Видите, я просто вот так опудриваю золой. Утек, ну я хорошая. Сейчас мы тебя полечим, не дай бог, чтобы грибок никакой не завелся. Это очень простой такой, я все делаю же, я говорю, из подручных средств. Возможно, можно какую-то грушу резиновую всосать сначала золу, потом обратным ходом назад ее. У меня вот кулечек достаточно. Я все, конечно, не буду вам показывать, но вы поняли принцип действия. Насыпала в кулек, сделала дырку, точно так же, как мы украшаем торты, когда мы вот эти вот выдавливаем там всякие лепесточки, бороздки, по принципу использования крема масляного. Вот, насыпала. Сейчас я камеру выключу и уберу, она мне немного мешается. И все вот эти междуряди вот так попрыскаю, опудрю. И вот это вот опудривание золой, это очень хорошее профилактическое действие против всех этих грибков, против всей патогенной микрофлоры. Сжигает все вот эти вот споры. Одна женщина у меня спрашивала, зрительница, можно ли посыпать вот междуряди золой от насекомых, вредителей. Я не ответила, потому что спрашивать это, выведывать данные очень долго. Нужно было сказать, потому что я не поняла, от каких насекомых вредителей, какие там у вас вредители. Если тля, то она на листьях, земля тут ни при чем. Какие в земле могут быть сейчас вредители? Я не знаю, у меня земляных вредителей нет никаких. Я даже не могу понять, о чем вы спросили. Но вот против грибков, вредителей, зола действует прекрасно. Обеззараживает. Это вот второй после солнца. Лучший, конечно, способ выставить на солнце пёк. Тогда бы эта плесень, она просто высохла и выжглась бы. Но её может прекрасно выжечь и зола. Всё, до свидания. Вот это такая маленькая заметочка тому, у кого, например, нет под рукой никаких фунгицидов, но есть зола, золу можно даже сделать, зажечь какую-нибудь палочку или полежку. Для того, чтобы подсыпать, тут нужно совсем немножко. Всё, до свидания. Лечите свои растения, делайте медосмотр. Вот сегодня хорошо, что я сделала медосмотр, вовремя увидела вот эту плесень. Если бы прошло 2-3 дня, возможно, что-нибудь там образовалось бы нехорошее. Поэтому качество рассады зависит только от нас. Обычно, если мы внимательно относимся, если мы заботимся о своих растениях, то они и не болеют.